Это Вечерний Зефир, и сегодня мы вас познакомим с удивительным многогранным человеком Анастасией Першина-Жара, автор, исполнитель, композитор, человек необычайной широкой творческой натуры И сегодня мы об этом поговорим. Настя, здравствуйте! Здравствуйте! Итак, хочется понять прежде, какой же это жанр, в котором вы так любите работать? Ведь это и Першина, это и Жара, и вы по отдельности уже пытались пробовать эти направления Все-таки кто вы? Сейчас, на данный момент, я певица в роке и попсе Рок-н-поп-певица Выступаю я на сегодняшний момент в различных концертах Но всегда придерживаюсь часть у меня идет роковой композиции, часть попсовой композиции И таким образом я люблю многогранное выступление Познакомилась я с замечательным моим композитором Витасом Норкусом Который пишет в роке Я пишу, соответственно, и в попсе И таким образом мы воссоединили наше творчество И я сейчас пою и в роке, и в попсе В направлении рок у меня еще было со вторым гражданским супругом Который занимался роком И мы немножко ознакомились с этим творчеством супруга На сегодняшний момент я это направление больше придерживаюсь как направления Витаса Норкуса Который свои композиции сейчас многие отдают в аренду на выступления в Лос-Анджелесе В Нью-Йорке и других городах Америки А также и России И сейчас пытаются воссоздать со мной замечательнейший концерт Который будет, скорее всего, проводиться, возможно, в Москве Именно с балетом или рок-балетом Или, соответственно, скорее всего, я хочу немножечко, чтобы современные танцы были Современные танцы Также я могу немножко отклониться назад Как я достигла этого творчества Я пришла в творчество совершенно в другом направлении В направлении бардовском Почему? Потому что я родилась в городе Пущино Этот город насыщен бардами Так как мы все пойдем под гитару И я начала это все со школьной скамьи Изначально мама меня отдала в музыкальную школу Я проучилась там по классу фортепиано Завел меня один момент в музыкальную школу Когда я пришла в гости с мамой к ее подруге И мальчик играл на фортепиано Я, соответственно, попробовала поиграть немножечко пальчиками И сказала, мама, я хочу играть на фоно И с тех пор меня мама отдала в музыкальную школу Я где-то с пяти лет училась в подготовительной группе И в дальнейшем я уже поступила в музыкальную школу В первый и так далее класс А дальше была гитара Да, а гитара уже была вторым инструментом И здесь я уже начала писать замечательные стихи Первое стихотворение было подарено замечательному моему другу Артуру Я захотела написать ему лирическое стихотворение Так как мне очень нравилось Я, по-моему, даже влюбилась в него И я случайно положила ему замечательную записку Со своим стихотворением «Царевна Будор» Вот так вот я призналась в любви Очень, правда, стеснялась потом Но бывают и такие жизненные моменты Творчество горело И я выступала в школах, в КВНах Соответственно, очень часто У меня брали, соответственно, различные Ну, как говорят Пиарили меня мои же сверстники То есть они говорили Распишись мне, распишись мне где-нибудь Это же был момент зарождения звезды Да, это был момент зарождения звезды И в дальнейшем я уже занялась замечательным творчеством Где-то в 2001 году В 2000-2001 году я уже выступала на больших сценах Именно как бард И уже заслужила лауреата, дипломанта авторской песни Затем я познакомила с замечательным моим другом Николаем Векшиным С которым мы провели замечательный творческий бардовский путь До воссоздания меня как барда России И уже где-то в Звездном городке Когда я приехала туда на концерт Меня объявили бардом России И я уже с написанными своими стихами и произведениями Я подарила данному городку замечательные две книги Это «Сонеты и любви» от Анастасии Першиной И «Гендерная политика для современной женщины» В этот момент я уже училась в аспирантуре Изначально я отучилась в институте как юрист И в аспирантуру я попала на кафедру политологии и права Здесь я писала диссертацию на тему Места и роли женщин в политическом процессе современной России И вот данная книга была написана на данную тему «Гендерная политика для современной женщины» Она помогла в дальнейшем моим учащимся Так как я вела у них уроки Я преподавала в университете МГУ Московский государственный областный университет имени Крупской И, соответственно, немножечко вводила курс по гендерной политике Частные уроки Анастас, скажите, а вот сегодня все-таки вы выбрали направление поп и рок-культура Как ваша база, образование классическое Как аспирант, как поэт, как бард Что это дало вот сегодня вам, чтобы быть уже поп-артистом, но какого-то своего направления? Ну, гендерная политика, наверное, идет как параллель научная А на сегодняшний момент, я бы сказала, в поп-культуре это свое направление И рок-культура тоже отдельное свое направление Я их просто воссоединила Воссоединила, поскольку я выбрала эту нишу Я занималась различным творчеством От бардовской, попсовой и роковой Поэтому я немножко отошла от бардовской Поскольку там только вот одна гитарка у нас была И музыка не настолько насыщена Я захотела ее расширить, насыдить Чтобы это было более так ярко выражено Для моих зрителей я постаралась Но именно фишечку я уловила Именно воссоздание вот именно поп и рок-культура Одновременно Потому что я изначально, например, могу зажечь В попсовой композиции разогреть эту массу людей А дальше дать им замечательный, насыщенный концерт В роковой стезе Для того, чтобы дать им еще больше углубиться Вот именно в творчество, музыку На самом деле, когда проходят большие концерты Это получается очень ярко и насыщенно Мы с Витасом Норкусом очень хотим Воссоздать один из больших концертов Либо на территории Москвы, либо за рубежом Но действительно дать такой концерт Чтобы люди услышали два направления Но вот с переходом Чтобы они смогли услышать в двух направлениях Как два маленьких концерта Воссоединенные в один Причем там дать еще танцевальную группу Которая будет работать в молодежном стиле Я не хочу уже, как вот он прибегал к рок-балету Я, скорее всего, дам современные танцы Потому что здесь у меня идет именно поп-культура Ну, понимаете, да, здесь танцевальный ритм И рок-культура, которая будет уноситься Наверное, из современных, да, немножечко может быть в классику Но, скорее всего, это будет все равно более современный рок-культура И вот именно различные танцевальные номера Будут способствовать именно вот такой вот гармонии Давайте сейчас сделаем музыкальную паузу Посмотрим ваше выступление в Санкт-Петербурге Добрый вечер, Питер! В этом мире нет чудес Все совершается как надо На землю льется свет с небес И ангелы летают рядом Этот мир для влюбленных Этот мир, где я и ты Этот мир для худых и полных Этот мир, где счастлив ты Мир, в котором я живу Мир, в котором я живу Он наполнен счастьем и любовью Мир, который я люблю Мир, который я люблю Мир, где нету тишины и покоя Пусть же счастье не покинет Навсегда оставшись с нами Добротою нас наполнит Чтоб дарить смогли мы сами Этот мир для влюбленных Этот мир, где я и ты Этот мир для худых и полных Этот мир, где счастлив ты Мир, в котором я живу Мир, в котором я живу Он наполнен счастьем и любовью Мир, который я люблю Мир, где нету тишины и покоя Мир, в котором я живу Мир, в котором я живу Он наполнен счастьем и любовью Мир, который я люблю Мир, где нету тишины и покоя Мир, в котором я живу 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 и мир, в котором живет Анастасия Першина Откуда это выступление? Это выступление у меня из ночного такси Город, это Санкт-Петербург Что интересно, есть маленькая история Как я попала в этот город В этот город я попала Замечательным арт-директором Я познакомилась благодаря Анварту Бердину Как я говорила, моему замечательному первому арт-директору И именно Владимир Полянский В тот момент нынешний арт-директор Подготовил меня замечательно к данному концерту Проходящему в Санкт-Петербурге К сожалению, в этот момент Он сломал ногу и не смог поехать вместе со мной Но он сказал Ты все равно будешь выступать И я тебя подготовлю И вот сидя в зале Он специально приехал в один из клубов В зал, чтобы помочь Мне подготовиться И сказал Пройдись по сцене, почувствуй ее И я попробовала проходиться влево и вправо Соответственно, почувствовать сцену Почувствовать какое-то раскрепощение И уже спеть свою песню И я подготовилась И дала замечательный концерт Который до сих пор вспоминают мои поклонники Им очень интересно смотреть данный концерт И также смотрят мою песню Кстати, данная песня, в котором я живу И послужила дипломанту Лауреату авторской песни И завоеванию титула Бабы России Вот, именно данная песня Сопутствовала данному Именно вот То, что моим наградам Да, наградам моим И благодарствам Это, кстати, еще не все награды Есть множество тоже различных Благодарностей Благодарностей, да, регалий Но вы пытаетесь расширить свои горизонты Я знаю, что есть и публикации в журналах Да, у меня есть замечательная публикация в журнале Актер 24 Данный журнал представляет генеральный директор Андрей Кристольский Замечательное знакомство с Андреем Кристольским Дало мне возможность напечататься в замечательном журнале Рядом со страничкой Филиппа Киркорова И я в самом центре данного журнала Вместе с Филиппом Киркором была напечатана И как раз все интервью там описано Вместе со мной Как вот я пришла к этому творчеству И какие концерты я, соответственно, сейчас провожу Вот, также я помимо Андрея Кристольского, актер 24, который представил Я стала заниматься замечательным творчеством с Юрием Деденем Все прекрасно знают, что Юрий Деденев Это ведущий программы «Певец из народа» Замечательный саунд-продюсер и ведущий в одном лице Данный человек мне дал возможность вести у него творческую деятельность То есть я являюсь пиар-менеджером или, как у меня называют, пиар-директором данной программы То есть я помогаю ему с площадками, с возможностями То есть с концертной деятельностью там ведет Он занимается творчеством «Чудо-детки ТВ» Также занимается певец из народа И дал мне возможность изначально выступить у него И я у него выступала в программе «Певец из народа» Там тоже можете посмотреть в Ютубе Замечательное выступление в его программе Вот, «Певец из народа» Так что мы плотно сотрудничаем Мы ослаживаемся нашим творчеством И его программа, кстати, несколько раз выходила в эфир на Первом канале Обратите внимание, возможно, она еще сейчас и будет выходить в дальнейшем Вот Также помимо того, что мы занимаемся съемками Я также являюсь актрисой Потому что я не только певица, но и актриса И сейчас в ближайшее время будут проводиться съемки Меня как актрисе в опероне Еще немножко до лета осталось И мы начинаем уже вести именно актерские съемки И я буду там выступать в роли Мелисса Вроде секретарь, но вот это небольшая роль даст мне возможность Дальше раскрыться как в творчестве актрисы Настя, поэт, музыкант, композитор, автор собственных песен, актриса Почти продюсер, пиар-менеджер Дальше-то что? Где еще те горизонты, которые хотелось бы покорить? Покорить? Ну, я еще и ученые Ученые горизонты покорила Так как я не только написала книги У меня также есть еще и статьи Научные Да, научные статьи у меня есть Различные, можно почитать в интернете По теме гендерная политика Различные о женщинах статьи Сейчас я, соответственно, напишу еще Замечательный сборник стихов Помимо сонеты любви у меня планируется написание сборника «Воспеты и страстью» Я его в ближайшее время собираюсь опубликовать И в дальнейшем я буду заниматься прозой Я тоже люблю писать прозу и стихи И также буду продолжать выступать, вас радовать Сцены у меня различные Есть закрытые мероприятия, на которых я выступаю Для политических деятелей и коммерсантов Также я выступаю на открытых площадках Можете меня видеть Это и Мезофорда-клуб И открытые площадки Публичные на праздниках и так далее То есть смотрите в афише Смотрите ВКонтакт Подписывайтесь на меня Настя Жара в скобочках Першина Это ВКонтакте Я так звучу Ведь все знают, что Настя Жара Это один из первейших моих псевдонимов Который мне дал Анвар Тюбердин И Першина это приписочка Но и так получилось, что арт-директор Владимир Полянский Настоян о том, чтобы у меня было полное имя Но я не смогла забыть Анвара И оставила Анастасии Першина Жара Поэтому всегда заходите в YouTube Наблюдать мое творчество Заходите на сайт Настя Жара в скобочках Першина И смотрите мое творчество Там есть афиши Есть реклама Когда какие мероприятия проходят Прошу жаловать на мои концерты Добро пожаловать наши телезрители В фан-клуб Анастасии Першиной Спасибо огромное, Настя Всего эфира не хватит Чтобы нам перечесть все ваши творческие направления Мы вам желаем, чтобы их было много Была огромная палитра И самое главное, чтобы всегда был вот этот творческий аппетит На новые интересные продукты Продолжение следует...